Всем привет! Это видеообзор, конечно же, не чехла. Сегодня я вас порадую видеообзором классного планшета, топового планшета от компании Medion. Напомню, это европейское подразделение компании Lenovo, модель Lifetab S10334. Индекс S, как вы все знаете о компании Medion, кто не знает, я подскажу, это топовый сегмент. Почему с чехлом? Потому что в комплекте к этому планшету идет классный чехол. Итак, наш красавец, Lifetab, сразу же бросается во внимание его характерные топовые черты, но выглядит очень элегантно. Пару слов о чехле. Чехол идет с резиночками, то есть здесь нет ни пластмасс, ни металла, поэтому можно не переживать, что поведется корпус планшета. При этом он плотненько сидит, он не вывалится, не выпадет, то есть здесь все на ура. Это бархатная основа, магнитная застежка, доступ к интерфейсам и плюс еще этот чехол трансформер. То есть мы можем, в принципе, его поставить в такое положение и смотреть, по меру, те же самые фильмы или играть в игры, поставить клавиатуру, будет у нас полноценный ноутбук. Это такие особенности. Ну давайте выберем планшетик и расскажем его. Забегая вперед, хочу сказать сразу, что это 10,1 дюйма, один из самых востребованных на текущий момент времени сегментов. Все хотят что-то побольше, покрасивее. Вот этот замечательный, ой, чуть уронил. Замечательный красавец, полностью стеклянный экран, 10,1 дюймов, IPS-матрица. И сразу же, сразу же хочется сказать, что здесь сумасшедшее разрешение. Здесь разрешение идет 1920 на 1200 точек. Представляете себе какое разрешение? Это даже больше, чем Full HD получается. Что еще хочется отметить? Наличие стереодинамиков. Один динамик, второй динамик. Звук здесь просто сумасшедший. Фронтальная камера 2 Мп. Ребят, внимание, задняя камера. Вот она, 5 Мп с автофокусом. Сейчас я фокус наведу на камере. Вот, 5 Мп с автофокусом. Цена на планшет очень интересна, поскольку это планшеты с европейских экспозиций, то есть с выставок. Они могут быть незначительные следы на корпусе, при этом практически новые, ими никто не пользовался. Ну, может, с выставки там брали, ставили, поэтому могут быть следы на корпусе. Полная гарантия, полная проверка. То есть, как понимаете, те планшеты, которые вставили на выставках, они все проверены и должны работать абсолютно на все функции. Это большое преимущество. Спереди у нас идет логотип еще LifeTap. Снизу это фирменная фишка планшета. В самой фирме. Так, интерфейсы на боковом торце у нас идут по очереди сейчас. Разъем под карту памяти. Внимание, поддержка карты памяти именно прошивкой поддерживает 128 ГБ. Максимально бывает 24, а здесь целых 128. Разъем под наушники. Микро-USB разъем, OTG разъем, то есть поддержка режима OTG. Это у нас микрофон, мини-HDMI для подключения к телевизору, к примеру. Клавиша качелика громкости и включение-выключение. Вы, наверное, заметили, что немножко клавиши нестандартные. Все правильно, здесь есть инфракрасный порт. То есть, планшетом, к примеру, можно сняться по инфракрасному порту с другими устройствами, а еще можно использовать его как пульт от телевизора. Здесь есть специальная для этого программа. Вот такая вот фишка. Задняя крышка выполнена из металла. Передняя сторона полностью стекло. По сборке претензий нет. Корпус выглядит очень элегантно, очень практично и очень дорого. Массогабаритные параметры сможете поставить в описании планшета. Ну, напомню, что здесь 263 мм по его, получается, длине. У него 174 мм по высоте или ширине. И всего 8,5 мм его толщина. Это один из самых тонких планшетов с такой диагональю. Вес его всего 580 грамм. Конечно, это больше, чем у любого 7-дюймового планшета, но для 10-дюймового планшета вес очень даже демократичный. Учитывая его размеры и его начинку. Ну что, основные параметры я вам подсказал. Давайте, наконец-то, его включим. Посмотрим на этот шикарный экран. Экран здесь просто бомбезный. Не знаю, насколько камера может передавать цвета. Здесь реально сумасшедшее разрешение. Пикселизация вообще не видна. Кто себе ищет планшет с топовыми характеристиками, советую присмотреться. За эту цену с его характеристиками вы точно ничего не найдете. Напомню, модель S10334. Итак, давайте начнем с того, что, ну, видим, листается меню без проблем. А все потому, что у нас здесь достаточно высокопроизводительная система. Сейчас посмотрим характеристики. Они, ну, я могу их назвать и так, но мы вначале проверим все-таки по Antutu, да. Поскольку много людей скрупулезных, необходимо подтверждение. Ну, что ж, давайте не будем томить. Набирает почти 25 тысяч баллов, что в дальнейшем должно быть внушительным количеством. По информации в планшете у нас идет, сейчас загрузится информация в Antutu. Забегаю вперед. Ага, что-то он не хочет нам показать информацию. Antutu у нас не всегда адекватно себя ведет. Давайте его перезакроем, перезапустим. Так, видим характеристики. Ну, название подтверждается Medion, Lifetap, модель S1033. В данном случае это модель S10334. У нас Android 4.4.2, то есть KitKat. Rockchip 3188. Это восьмиядерная платформа, состоящая из четырех вычислительных ядерок чипа и Mali 400 MP4, то есть четырехядерного видео. Разрешение 1920 на 1200. 5 мегапикселей камеры, основная с автофокусом. 2 гигабайта оперативной памяти. 16 гигабайт встроенных. Так, 240 DPI плотность пикселей, сумасшедшая плотность пикселей. Так, тест мультитач. А давайте посмотрим. Тут, наверное, должно быть порядка десяти, да? И видим углы обзора. Я положил планшет, а все равно мы видим, что углы комфортные и все. Да, да, 10, пожалуйста, 10 точек касания у нас тут мультитач. Так, еще раз показываю. Все, 10 точек касания. Так, идем дальше. По Antutu мы все посмотрели. В принципе, еще раз пройдемся, что здесь у нас 10 дюйма экран, Full HD разрешение, IPS матрица, 2 гигабайта оперативной памяти и 8 ядерная производительная система, плюс 16 гигабайт встроенной памяти. Что у нас здесь есть еще? У нас здесь есть полностью официальная русско-украинская прошивка. Что касается тулбара, все стандартно, как в четвертом Android. Слева вверху у нас информационный тулбар, справа вверху у нас тулбар по настройкам. Настройки также полностью все русифицированы, полностью, вот, например, по Wi-Fi. Хороший модуль Wi-Fi. Мы находимся за три комнаты от Wi-Fi приемника, при этом мы видим отличный уровень сигнала. Bluetooth есть, кому необходимо. По настройкам экрана мы можем без проблем выбирать размер шифта, если у нас проблематичное зрение. Если говорить о подсоединении HDMI, то можем без проблем выбирать разрешение выходного видео, вплоть до Full HD, 50 герц, 60 герц, HD-шный. То есть, фактически, любой монитор, любой телевизор можно подключить и транслировать на него видео. Внимание! В планшете есть встроенный полноценный GPS. GPS и A-GPS, который работает без сим-карты, который работает без выхода в интернет. Можно играть, конечно, для экономии батареи с выходом в интернет, к примеру, по поиску информации, а можно просто по датчику GPS. К примеру, вы находитесь в месте, которое вы не знаете, у вас нет интернета, включили GPS и планшет показал, где вы находитесь. Встановили, к примеру, карты Navitel и GoCityGit и пользуетесь планшетом как GPS-навигатором. Языки вот. Фактически, планшет является мультиязычным. Здесь есть не только русский язык. Здесь есть... Так, давайте посмотрим. Так. Пролистываю постоянно. Вот, есть украинская мова у нас. И почему мы говорим украинскую мову? То и меню стоит украинскую, и у нас есть доступ до украинской клавиатуры. То, кто может упространяться украинской мовой, есть русский язык. Поэтому, пожалуйста, поскольку, к цене внимания, многие покупают планшет, их планируют пользоваться планшетом именно на украинском языке, и для людей это принципиально. Здесь есть и русский, и украинский. Пожалуйста, можно выбирать, какой захотите. Без проблем работает Skype, камера работает. Так, идем по функционалу. Выход в интернет можно осуществить с помощью стандартного браузера. Также здесь уже по умолчанию есть браузер Google Chrome. Достаточно прикольный, мне нравится, достаточно быстро работает. Вот, к примеру, YouTube. Ну, YouTube мы смотреть не будем, ничего там интересного. Давайте посмотрим на какой-то другой сайт. Warnet, например, да, часто выхожу на этот сайт. Он нагружен графикой. Графикой, видео, здесь очень много всего. Интересно, новостей. Так, прогружается. Опять же, все зависит от скорости Wi-Fi. Есть у нас автоповорот экрана. Пожалуйста. Очень классный экран, высокое разрешение. Опять же повторюсь, пикселизация абсолютно не видна. Знаете, есть проблема в некоторых планшетах. Под низким разрешением видны эти точки, видны эти пиксели, которые, конечно, раздражают. Здесь пикселизация абсолютно не видна. Все максимально комфортно. Можно напрямую видео, например, напрямую смотреть с интернета. Пролистывать, увеличиваем, уменьшаем. Ну, конечно, на таком экране выход в интернет максимально комфортный. Ну, опять же, на этом сайте очень много разнообразных фото, видео, всего, чего захотите. Можно листать, отдыхать, заодно и развиваться, и, так сказать, позитива набираться. Сколько тут всякие разные. В общем, это интернет. Опять же, во ВКонтакте, Одноклассники, можете входить в все, что угодно, всем пользоваться. Все абсолютно без проблем. Видим три программных клавиши внизу. Клавиша назад, клавиша домой и клавиша вызова запущенных приложений. То есть, все стандартно для четвертого андроида. Так, по установленным программам, тем функционалам, которым можно пользоваться. Есть встроенный плей-маркет. Многие знают, да, это электронный магазин приложений. Здесь он не заблокированный, он здесь открыт. Поэтому вы сможете без проблем установить себе любую понравившуюся вам программу, либо игру. Будь то ВКонтакте, будь то Одноклассники, будь то Вайбер, будь то Мир Танков. Любое. Нажимаете просто на игру, которая понравилась, либо программу нажимаете и установить. Программка, либо игра скачивается и устанавливается на планшет. Абсолютно все происходит без проблем. То есть, плей-маркет здесь рабочий. В меме плей-маркета есть дополнительные встроенные программы, которые облегчают нам жизнь. Есть программа Google Диск, диктофон, голосовой поиск. Конечно, есть камера. По камере там тоже есть много настроек. Но самое главное, что есть автофокус. Да, принципиально, что автофокус, он здесь есть. Что касается карт. Есть, например, такая программа Google Карта. Чем она интересна? Ну, фактически тем, что, к примеру, можно просто брать и путешествовать. Посматривать, где вы находитесь. Клацать это место. И, к примеру, если есть подключение к интернету, то он будет выдавать картинки с этого места. К примеру, я клацнул на туннельную балку в этом городе Днепропетровск. Клацаем на картинку. И, фактически, мы проводим себе мини-экскурсию. То есть, эти картинки с того места, которое я загрузил. Да, если вы там никогда не были, то можете там листать, пролистывать. Это напрямую подгружается с интернета. Вот это у нас туннельная балка. И там, например, можем идти дальше. Нашли еще какое-то место, да. Вот, что у нас здесь есть? Парк Юрия Гагарина. Национальный университет. Да, нажимаем. Пожалуйста, поднимем с фотки университета. Тоже их открываем. И вот такой вот экскурс у нас получается по городу, не выходя из квартиры. Так можно клацать на любой город, любую область, все, что захотеть. Ну, опять, что здесь из интернета, насколько быстро интернет, он периодически под вечер начинает тупить, когда все выходят из интернета. Ну, а так, в принципе, если интернет нормальный, прогружается и смотрим. Очень много фотографий. Это просто пользователь загружает, поэтому можно просмотреть. Давай даже достаточно свежие фотографии. В общем, как-то так. Вот эта штука прикольная. Она здесь есть. Так, так, закрываем. Идем дальше. По тем приложениям, которые уже установлены, которые есть в прошивке. И, кстати, можно, если не понравится, можно удалять. Есть программа для детей, для взрослых, для рисования. Чему она прикольная, здесь огромный набор всяких фишек интересных. То есть, можно рисовать вот в таком стиле. Потом, например, опа, звездочками пошли рисовать. Не понравились звездочки. Берем просто какой-то фломастер обычно. Например, выбираем цвет и рисуем. То есть, тут для творчества, если особенно у вас есть ребенок, или у вас такой-то творческий потенциал проснулся, то можно, например, что-то рисовать, что-то делать, что-то придумывать. Ну, в общем, можно рисовать какую-то картину. Здесь видим выбор сумасшедшей. Кисточки, карандаши, фломастеры, еще какая-то штука забыла, как называется. И стикеры, наклейки. В общем, вот можно, наверное, мотоцикл нарисовать, да? Как она тут? А, вот добавился мотоцикл, можно перенести. Ну, в общем, опять же, только зависит все от полета вашей фантазии. Это что касается таких приблуд для детей. Есть возможность читать электронные книги. Кстати, многие спрашивают о возможности читать, редактировать офисные файлы. Пожалуйста, вот, к примеру, есть программка для редактирования экселевских файлов. Просмотр и редактирование. То есть, можно дописывать, удалять, сохранять. Есть такая же самая приблуда и для Word, то есть, фактически, для текстового редактора. И есть еще PowerPoint для создания презентации. Многие знают, что такое PowerPoint, да? Вот программка для создания презентации, их редактирование. Видимо, все полностью русифицировано. То есть, фактически, покупайте себе не просто планшет, а настоящий нетбук. Ну, или ноутбук. Кому как будет интересней. Так, что еще по программам? Есть антивирус встроенный MacAfee. Можете там его прямо зарегистрировать. Там запросят ваш e-mail адрес. Вот, кстати, прикольная штука. Наверное, для ленивых. Планшет напоминает вам, где находятся какие клавиши. Вот, стрелочка показывает включение, громкость, HDMI, USB, microSD и наушник. Вот такая штука, наверное, просто как напоминалка. Есть LiveTap Player, фирменный плеер, который воспроизводит любые форматы. То есть, мультиформатный плеер. PlayMusic для MP3-шек воспроизводит. То есть, здесь полный набор всех необходимых программ. Вот Remote Control. Помните, я говорил про поддержку пульта для телевизора? И реально, этой программой вы там настраиваете его, и можно будет там поиск устройства. Видим, сейчас, не знаю, они будут активны. Управлять с планшета вашим телевизором. Лежите на диване и переключайте каналы. Вот такая, опять же, планшет для ленивых. Есть полностью куча функций, которые можно использовать. Так, по программам давайте, наверное, уже будем завершать. Перейдем уже к играм. Все уже показал, рассказал. Есть еще дополнительные программы. Не буду на них останавливаться. Единственное, что покажу, многие спрашивают обновление системы. Есть ли возможность обновлять системы? Есть, причем по воздуху, через Wi-Fi. Сам планшет ищет актуальные прошивки, предлагает вам загрузить. Загружает и устанавливает абсолютно все обновления. Компания поддерживает свою продукцию. Это оригинальный планшет. Напомню, это Medion, это европейское подразделение Lenovo. Это не подлива, это не китайский подвальный планшет. Это качественное устройство, не просто, но именно его европейская версия. Европейское подразделение. А вот про Macafe, я говорил, видите, антивирус установленный. Когда вы первый раз выключаете, нам будут запрашиваться ваши регистрационные данные. То есть, вы зарегистрироваете их именно под себя. Так, он сейчас нам не нужен. Все, список пуст. Давайте еще раз пройдемся. Ничего ли я не упустил самого важного. Живые обои. Кстати, по поводу экрана. Видим, располагается виджет. Это все можно перемещать, то есть, настраивать под себя. Нужно там, можно удалять. Это называется виджеты. Их тоже можно без проблем устанавливать. Так, что еще? Давайте посмотрим. Вроде бы все вам рассказал, показал. Да, вот. А, вот еще штука интересная. Я, кстати, увидел. Причем это встроенное. Раньше такое не видел. Что же это такое? Это вот любимого человека. Можно, например, приколоть его. Да, вот видим парень с головой. Ютекс написан. А здесь, например, давайте напишем. Марина. Так. Окей, свернем. Есть. Опа, Марина. То есть, фактически отправляем фотку. А у мужика, где выберет, она пишет. Или вот, например, да. Марина. Вот человеку будет приятно, я думаю, да, удивить его. Марина. То есть, ну, тут много таких возможностей разнообразных, да. Видим. Тут на шариках, например. Марина. То есть, если у кого-то там день рождения, какой-то там, или парень, или девушке, будут приятны. Думаю, такие. Это штука встроенная. Реально можно ей пользоваться. Есть виджеты погоды, гороскопы, новости. То есть, полный функционал. И заметьте, сколько помещается благодаря разрешению этих иконок, да. Они же даже не заполнили. Хотя раз, два, три, четыре. Тут сумасшедшее количество их. Ну, опять же, опять же, все зависит от разрешения. Здесь оно сумасшедшее. Здесь Full HD-шное. Так, что все рассказал, показал. Давайте, наверное, уже протестируем игры, да. И начнем, наверное, с одной из моих любимых игр. Это Asphalt 8. Здесь мой. Спасибо. Спасибо. Так, возраст ведем. Так, не надо нам ничего. Так, поехали, будем. А, кстати, я могу показать, как ролики сыграются и видео, да. Full HD-шное у меня ролики по Звездным Войнам. Кстати, видео смотрите одно удовольствие. Да и выиграть, вот эти стереодинамики, истают офигенный эффект. Поэтому, если вам принципиарен звук, если вам важно именно классно, драйвово, и фильмы смотреть, и музыку слушать, и выиграть, то бежи, берите обязательно планшет с двумя динамиками. Это реально бомба. Это реально офигенно. То есть, ну, реально, фактически, получается домашний кинотеатр. Один динамик, мы видим, сзади, расположен сбоку, это не то. Это не то ощущение. Здесь два динамика направленных на вас, создают стереоэффект. Ну, это нужно слушать. Ну, какие машины крутые. Ну что, погнали, наши городские. Пассаж. Красивая игра. Эй-эй-эй-эй. Фортуруешь. А ну, кувыкнемся. Не, не, кувыкнулись. В воздухе догнал его. А ну-ка, сейчас взлетим. Видимо, игра идет абсолютно без проблем. Еще бы 2 гига оператива, 8-мейлерная система. Поэтому для игр планшет просто создан. Ну, и, конечно же, матрица здесь. Очень качественная матрица. Где-то было написано, что здесь ставят матрицу от LG. В этой серии планшетов где-то на форме немецком читал. Кстати, сама по себе фирма Medion изначально была немецкая. Потом они объединились с Lenovo. Lenovo выкупил контрольный пакет акций. И сейчас вот это считается европейским подразделением Lenovo. Так, то есть ребята клепают классные планшеты. Жаль, что кунуклины попадают крайне редко. И планшет все-таки чудо. Ну что, думаю, хватит даже тестировать Асфальт 8. Мы видим, что играть можно абсолютно без проблем. Идем дальше. Так, это был Асфальт 8. Что у нас дальше припасено? Ну, интересная игрука. Бэтмен. Да, игруха, конечно, ее чтобы поставить пришлось... Во-первых, в Play Market она дорогая, если есть. Нашел я версию, которую можно поставить бесплатно. Но очень долго искал. Их в интернете практически нет. Если есть какие-то непонятные. Ну, тут ее нашел, поставил. Чисто показать вам, какая красивая графика. Представляете, Full HD разрешение такая игра. Ну, реально просто бомбово. Ну, если захотите, то при покупке монетра вам игру эту тоже установят. Я ее отдам установщикам. Пусть еще что-то ставят. Игра с огромным миром. Потрясающей графикой. Реально. Я эту игру раньше играл. Я про нее очень много слышал. Ну, вот там есть подписчики. И ребята, которые покупали планшеты. Там слезы умоляли. Просто поставить. Даже за деньги я реально не знаю игры. Нет такой игры. А вот потом все-таки сел, нашел эту игру, установил. Поэтому сейчас, если хотите, вам эту игру бесплатно поставят. Без проблем. Просто когда будете заказывать планшет по телефону, либо на сайте, либо на Укра, просто напишите письме продавцу о том, что вы хотели бы, чтобы вам поставили игры с видеообзора. Так, видим. Узнали, да? Этого чувака. Видим, идет дождь. Ну, опять же, не знаю, сколько камера передает красоту. Кстати, по нему даже дождь стекает. По нему даже дождь стекает. То есть, насколько все детально пририсовано. Графика здесь потрясающая. Повторюсь. Open World, то есть большой мир. Так, вот чувак. Опа. Потянули его. А вот он. Все, будем биться. Тут нужно выполнять задания разнообразные. Тут будут разные боссы. Очень много миссий. И машин тут есть. И снайперы, и люди, и другие супергерои. В общем, мир большой. И тут нужно смотреть за подсказками. Вон вверху у вас есть... Этот, как его... Ага, вон, видим. Вверху. То есть, что нужно сделать? Ир посмотреть. И, по идее, я должен допрыгнуть, да? Или что-то у нас сделать. Даже непонятно, что. Может, подойти ближе. Ага, о, смотрим. Полетел. Красота, а? А внизу целый мир. И полетели. Смотри. Опа. Класс, да? В общем, кто захочет, говорите. Только обязательно скажите, поскольку игру просто так не ставят. Если захочете, скажите, что вы видели видеообзор, и хотели бы, чтобы вам ее сняли. И вам ее бесплатно поставят. В общем, тут потом проходит еще куча миссий. Застрять не буду, но, говорим, игра очень интересная и очень увлекательная. Причем, эта версия бонусная. Там бонусные деньги я скачал, и бонусные специальные фишки, там специальные приемы, оружие специальное. То есть, все можно купить изначально. То есть, это уже бонусное. Так, окей. Бэтмена посмотрели. И что? Напоследок, наверное, одна из моих самых любимых игр. Это GTA San Andreas. Люблю ее еще со времен ПК, но на планшете, особенно, с таким классным разрешением, звуком у нее играть одно сплошное удовольствие. Еще классно, если когда, получается, ежедневный дождь и май по телевизору, там вообще бомбово. Так, продолжим. Не, ну, звук это что-то. Реально, звук это бомба. Ну, удобненько держать планшет. Удобно, вот реально, сделаем так прикольно. Так, ну что, давайте погоняем уже. Где там, что там? О, темнота. Но зато прикольно, зато темнота. Темно, можно оценить цвет фар у нас есть. О, мотоцикл. А, стой, дядька, стой. Стой, дядька. У нас теперь мотоцик есть. Самое классное, гонять на мотоцикле. Ну, конечно, есть недостатки, когда гоняешь на милицейском, за тобой гоняется полиция. Ну, тем не менее. Красота. Видим, игра вообще идет без проблем. Ее, кстати, вам тоже могут абсолютно бесплатно поставить. А, прибежал. Ах! Все, меня арестовали. Вот так вот я. Если будете неповоротливыми, будут вас арестовывать милиционеры, и будете потом, так сказать, расплачиваться за это все. Мир здесь огромный. Игра полностью доступна. Она не обрезанная. С русскими субтитрами есть. Даже есть частично с русской озвучкой. Даже есть с русскими радиоканалами, когда вы слушаете в радио. Так, ну что, побежали. Что такое? Что теперь? Я провинился. Нужно стоять. А, поехали. Побежали. Ну, что такое? Ну? Что случилось? Ну, нужно играть. О, наконец-то. Давайте еще немножко побегаем. Милицейская машина. Но больше брать милицейскую я не буду. Что-нибудь другое возьмем. О, какая-то вот такая малоидражка. И что-то такое. Извините. Поехали. Это, конечно, не мотоцикл, но покататься хватит. Закрыл. Извините. Извините. Это не хуй. Видимо, игра идет без проблем. Графика потрясающая. Очень красиво. Все прорисовка. Большой, огромный мир. Здесь и оружие. Вертолеты, танки будут. Ой. Ой-ой-ой. Извините. Деньги с них выпали. О, милиционеры. А что, с мы в них режемся? Пошли вон. Ой, боже мой. Бенч. О, мотоцикл. А, стой. Мотоцикл. Где он делся? Все, уехал мотоцикл. Ну и, допустим. Похулиганим немножко. Ну что, ребят. Видимо, игрушка идет без проблем. Опять же, повторюсь, все тоже могут бесплатно установить на планшете и будете тоже покаять. Ой-ой-ой. Пока заговорился. Окей. Ну что, подведем итоги. Что мы имеем? Мы имеем классный планшет. Топовый планшет с классными характеристиками, хотелось сказать, офигенными. Отличнейшим экраном. Full HD разрешение. 2 гигабайта оперативной памяти. 16 встроенных. Поддержка флешки на 128 гигабайт. Здесь восьмиядерная система. Rockchip 3258. И в европейское качество. И опять же, доступная, я бы даже сказал, социальная цена для такого планшета. В плюс, напомню, в комплекте идет классный чехол. Я вам его показывал еще изначально. Так, а, еще пообещал показать, как смотрится, как на нем проигрывается видео. Без проблем. Давайте, так-так-так-так-так. Проводник. Найдем. Сразу должно найти видео у нас. Видео. И запустим его прямо через наш плеер. Всеядный плеер. Он проигрывает абсолютно все форматы. Будь то МКВ, будь то АВИ, либо МП4. Поэтому, кто-нибудь фильмы, пожалуйста. И звук потрясающий. Бомба. Бомба. Может, активизор можно использовать. И это полгождешное видео. И не тромозка вообще. Ладно, будем потом смотреть. Все, ребята. Это был планшет Medion Lifetab S1034. Это европейское подразделение компании Lenovo. Спасибо за ваше внимание. Понравилось видео. Ставьте лайки. Будем делать еще видео для вас. Хочу пожелать вам здоровья, успехов. И, конечно же, благополучия. Желательно финансового. С наступающим всех праздником. Всего доброго. Пока.